Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, братья и сестры, все любящие чтение Слово Божие. Мы продолжаем с вами исследование Евангелия от Иоанна на библейском портале экзегет.ру. И с вами сегодня снова я, Сладков Андрей Иванович, преподаватель Николупереринской Сретенской семинарии Российского Православного Университета. Итак, пятая глава Евангелия от Иоанна сказана. «После сего был праздник иудейский, и пришел Иисус в Иерусалим. Есть же в Иерусалиме у овечьих ворот купальня, называемая по-еврейски «Фиезда», при которой было пять крытых ходов, в них лежало великое множество больных, слепых, хромых, иссохших, ожидающих движения воды, ибо ангел Господень по временам сходил в купальню и возмущал воду, и кто первый входил в нее по возмущению воды, тот выздоравливал, какой бы ни был одержим болезнью». Тут был человек, находившийся в болезни тридцать восемь лет. Иисус, увидев его лежащего, узнав, что он лежит уже долгое время, говорит ему, «Хочешь ли быть здоров?» Больной отвечает ему, «Так, Господи, но не имея человека, который опустил бы меня в купальню, когда возмутится вода. Когда же я прихожу, другой уже сходит прежде меня». Иисус говорит ему, «Встань, возьми постель твою и ходи». И тот час выздоровел и взял постель свою и пошел. Было же это в день субботний, посему идеи говорили исцеленному, «Сегодня суббота, не должно тебе брать постели». Такая история здесь раскрывается. В первых десяти стихах Евангелия от Иоанна пятой главы мы видим, что Христос идет по... был праздник иудейский, и Христос пришел в Иерусалим, и в Иерусалиме был дом милосердия, который назывался Вифиезда. И видим там человека, лежащего 38 лет у источника. Не сказано, что человеку было 38 лет, а сказано, что он уже 38 лет лежал, то есть больной, продолжалась его болезнь. И видим, что этот человек лежит возле дома милосердия. То есть, кто у нас лежит возле дома милосердия? Дом милосердия — это такой, в общем-то, дом, если сегодня на современном языке выразить, то это хоспис, где, в общем-то, принимают всех. Но этот человек не лежал уже в самом доме, он лежал возле, потому как, можно так выразиться, на нем поставили крест. Сказали о том, что этот человек безнадежен, он уже болен, и никто ему не может помочь. И мы видим, что на нем не ставит креста сам Христос. Христос за него пойдет на крест ради того, чтобы спасти этого человека. Мы видим, что он не подходит к этому человеку. Я представляю, представьте себе, Палестина, жара, 38 лет. Наверняка этот человек был в пролежне, в каких-то там струпях. От него наверняка не очень приятно пахло. Но Христос не стесняется, не брезгует этим человеком. Он подходит и спрашивает ему, хочешь ли быть здоров. Он отвечает, конечно, хочу. Господи, я здесь и лежу для этого. Но там была такая купель. И действительно, раз в году в эту купель входил, в эту купальню, входил ангел Господень. И там возмущалась вода. И кто первый, как сказано, входил, тот исцелялся. Не сказано, что все, кто входил в этот день, а первый. То есть нужно было прийти первым. Он лежал целый год. Вот он, представляете себе, лежит там год. Пришел ангел, возмутил воду. У кого-то там, например, болит нога. Он быстренько допрыгал до этой купели, прыгнул в эту воду, исцелился. Он опять следующий год ждет. Уже лежит рядом. И, может, мало спит, и мало ест, лишь бы только выздороветь. Но в какой-то момент ангел входит в эту купель. У кого-то, например, там болит пальчик или там что-то ухо стреляет. Он вперед его пробежал. Опять в эту купель опустился и стал здоров. И так 38 лет. Это сколько терпения было у этого человека, чтобы обрести здоровье. И вот здесь идет Спаситель мира, идет Христос. Он говорит, хочешь ли быть здоров? Он говорит, хочу, Господи. Эти слова очень важны тоже для нас. Мы здесь видим из текста, что Бог ничего не делает, если человек не захочет. Бог никогда не нарушает свободу воли человека. Только по его желанию и по его хотению, стремлению человека к Богу, Бог подает человеку исцеление как душевное, так и телесное. И вот спрашивает у него, хочешь ли быть здоров? Он говорит, да, но не имею человека. То есть здесь мы видим, что пока он еще надеется на человека. Но Господь уже видел в этом человеке искру Божию. И он у него спрашивает, хочешь ли. И когда он отвечает, хочу, он говорит, стань, возьми постель твою, ходи. И этот человек исцеляется. Но в то же время мы видим здесь и иудеев. То есть иудеев, фарисеев, которые всегда ходили за Христом. Но они ходили не для того, чтобы получить от Христа исцеление. Или чтобы получить познание о спасении. Но они ходили, чтобы в чем-то его уличить. Сегодня есть тоже такая категория людей, которые только и надзирают на Церковь Христовую. Только и смотрят, где бы найти у нее какой изъян. Где бы в чем ее упрекнуть. Какие-нибудь недостатки. Вот они похожи очень на этот образ, который содержится здесь в ивановском тексте. На этих иудеев, на этих фарисеев, ка-саудукеев, которые вечно преследовали Христа, дабы в чем его уличить. И здесь, как в 10 стихе и сказано, посему идеи говорили исцеленными. Сегодня суббота, не должен тебе брать постели. А он отвечал им, кто меня исцелил, тот мне сказал, возьми постель твою, ходи. Его спросили, кто тот человек, который сказал тебе, возьми постель твою, ходи. Исцеленный же не знал, кто он. Ибо Иисус скрылся в народе, бывшем на том месте. Потом мы видим, что тоже необходимо здесь остановиться, что Иисус не ищет себе славы. И это говорит нам, подсказывает нам о том, чтобы в служении Бога мы тоже не искали быть себе славы. Но, с другой стороны, люди скажут, ну как так? Какой человек нормальный, в общем-то, не ищет славы? Ну, конечно, люди ищут славы, как бы они этого не хотели. Часто оно превращается в тщеславие или в эгоистическое прославление самого себя. Но если мы хотим прославиться, то нужно почитать книгу царств. В книге царств сказано, прославляющих меня прославлю я. Если мы хотим действительно прославиться и найти славу в этом мире и у Бога, то сказано, прославляющих меня прославлю я, говорит Господь. То есть, если Господь захочет нас прославить, кто может этому воспрепятствовать? Но Христос не ищет здесь себе славы. Как сказано, он скрывается в народе, бывшем на том месте. Потом Иисус встретил его человека, этого, в храме и сказал ему, вот ты выздоровел, не греши больше, чтобы не случилось с тобой чего хуже. Действительно, очень хорошее предостережение всем нам. Если мы получаем исцеление от Господа и в таинстве крещения, и в таинстве соборования, да и вообще в жизни, когда мы просим Бога, то Бог исцелил нас и призвал в чудный свой свет. И как бы дает нам предостережение, что мы исцелились. Мы уже знаем, исцелилась наша душа. Мы знаем, Христов свет. И поэтому хорошо бы нам не грешить, чтобы не случилось с нами чего хуже. Предостережение очень важно. Вот в Патерике древнем есть история, когда однажды Макарий преподобный шел по пустыне, и вдруг он увидел лежащий череп, идолопоклонника, жреца. Подошел к нему этот череп, пнул его ногой и спросил у него, «Ну как вам там в аду?» И тогда череп начал с ним разговаривать и сказал, «Ну, нам в аду так, в общем-то, не очень хорошо. Но когда ты молишься и за нас тоже, нам бывает иногда облегчение, так что мы иногда можем видеть лицо друг друга, потому что в аду мы стоим как спиной. То есть ад — это такая разобщенность человечества, общества и человеков между собой». Но потом он еще и говорит, «Ну, есть, говорит, еще ниже нас, там еще одно преисподнее определенное деление ада, тем, говорит, еще хуже». Тогда преподобный Макарий спросил, «А кто же эти люди?» И этот череп, этого жреца идольского, языческого, он ответил ему, «Это те, которые познали Христа, уверовали в Него, но отступили от Него и не ходили в заповедях Божьих». Поэтому для нас очень важно здесь 14 стих, так сказано, «Не греши больше, чтобы не случилось с тобой чего хуже». То есть не случилось с тобой чего хуже, если ты уже знаешь, что есть заповеди Христовы. «Человек сей», дальше сказано, «пошел и объявил иудеям, что исцеливший его есть Иисус. И стали иудеи гнать Иисуса и искали убить его за то, что он делал такие дела в субботу. Мы видим, что они ищут убить его за то, что он, как бы они считали, нарушал субботу. Иисус же говорит им, «Отец мой до ныне делает, и я делаю». И еще более искали убить его иудеи за то, что он не только нарушал субботу, но и отцом своим называл Бога, делая себя равным Богу. Мы видим, что иудеи очень хорошо понимали то, что говорит Христос. К сожалению, некоторые люди, которые придерживаются до сих пор еще арианской ереси, например, такие, как свидетели Иеговы, не веря в божественность Иисуса Христа, почему-то не видят этот текст. Иудеи всегда хотели побить Христа, и таких текстов в Священном Писании множество, за то, что он делал себя равным Богу. Это был их главный мотив. Так и видим, что не только за то, что он нарушал субботу, но и что делал себя равным Богу. На это Иисус сказал, «Истинно, истинно говорю вам, сын человеческий не может творить сам от себя, если не увидит отца творящего. Ибо что творит он, то и сын творит так же. Ибо отец любит сына и показывает ему все, что творит сам, и покажет ему дела больше сих. Так что вы удивитесь. Ибо как отец воскрешает мертвых и оживляет, так и сын оживляет, кого хочет». Мы видим, что здесь эти стихи необходимо действительно прочитать и так в них даже вникнуть. Мы видим, что Христос утверждает свою единосущность Бога Отцу. Как мы с вами поем в «Вере», веруя во единого Бога Отца, в Сидержителя Творца и Господа, Иисуса Христа. И далее, как мы сейчас увидим текст, «Рожденно, несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша». Вот это, пожалуй, самые здесь стихи, которые говорят о том, что Христос единосущен Отцу. Это 26-27 стих. Сказано, «Ибо как отец имеет жизнь в самом себе, так и сыну дал иметь жизнь в самом себе». Мы нигде не увидим в Священном Писании, например, даже когда апостол Павел воскликнут в послании к Галатам, 2 глава, 20 стих, «Но уже не я живу, но живет во мне Христос», он не скажет, что «Поэтому я теперь имею жизнь в самом себе». Жизнь в самом себе может иметь только Господь Иисус Христос. У Блаженного Августина, кстати, есть такое интересное истолкование по этому поводу, он пишет, цитата, по поводу того, что сказано, может, кого-то смущает слова, сказано, что «дал быть ему сыном». Он пишет так. «Поэтому, если сказано «дал сыну», это как если бы было сказано «породил сына», ибо дал это порождение». То есть, как иногда мы можем услышать и в нашей такой вот житейской ситуации, если ребенок, например, не слушает свою мать или как-то пренебрегает ее советами, то она часто ему говорит так, «я тебя родила, я тебе дала жизнь, а ты меня не слушаешься и не слышишь». Точно так же здесь говорится о рождении Христа, так, как я уже сказал выше, как это звучит в члене символа веры, что Христос рожден, несотворен, единосущен Отцу, им же вся выше. Далее мы с вами читаем, что в 27 стихе сказано, «и дал ему власть производить и суд, потому что он есть сын человеческий. Не дивитесь ему, ибо наступает время, в которое все, находящиеся в гробах, услышат глаз Сына Божия и изыдут творящие добро в воскресении жизни, а делающие зло в воскресении осуждения». Тоже опять видим, что Бог Отец отдает весь суд в руки Сына, в руки Христа. Христос действительно вторая ипостась Святой Троицы, как об этом апостол Павел и в послании к римлянам скажет, что он, будучи образ ипостаси его, он сын Божий по рождению, мы же тоже сыны Божии, но по благодати, по усыновлению. И видно, что здесь сказано, что Христос будет судить и восставшие из гробов услышат глаз Сына Божия и изыдут творящие добро в воскресении жизни, а делающие зло в воскресении осуждения. Каждый человек, как он привык в этой жизни, так он будет жить и в жизни вечной. В Священном Писании есть такое понятие «смерть первая и смерть вторая». Смерть первая — это отделение души от тела. И согласно православной антропологии, то есть учения о человеке, отделение души от тела — это естественное состояние, когда от тела делится ум, чувство и воля. Это условная составляющая человеческой души. Но самое страшное состояние, когда отделится ум, чувство и воля, то есть душа от Бога. Это смерть вторая. Поэтому те люди, которые стяжали здесь благодать Святого Духа, приучили свой ум к чтению Священного Писания, как сказано, вникая в себя и учение, учение этим себя спасешь и слушающим тебя. Приучили свои чувства, как сказано, ваши чувства должны быть навыком научены к развлечению добра и зла. Приучили свою волю, как и Господь учил нас, Иисус Христос молится, «Да будет воля твоя, яко на небесе и на земле и творить заповеди Божии». Поэтому эти люди, они воскреснут в воскресение жизни со Христом в жизнь вечную, вечное блаженство. Те же, кто не приучил ум, для них будет и рай, в общем-то, адом, потому как они привыкли жить совсем по другим меркам и совсем по другим правилам и совсем по другим законам и заповедям, которые придумали сами для себя. А их законы, они, в общем-то, известны. Филарет Дроздов, московский митрополит, святитель, говорит в катехизисе, в кратском так, что законы небесной правды, они противоположены законам земной выгоды. То есть, кто что искал в этой жизни, тот получит воздаяние и такое воздаяние в жизни вечной. Тридцатый стих говорит следующее, «Я ничего не могу творить сам по себе, как слышу, так и сужу, и суд мой праведен, ибо не ищу моей воли, но воли пославшего меня Отца». То есть, это пример нам того, чьи воли должны мы искать в этой жизни. «Если я свидетельствую саму себе, то свидетельство мое не истина. Есть другой свидетель, свидетельствующий о мне, и я знаю, что истина – то свидетельство, которым он свидетельствует о мне. Вы посылали к Иоанну, и он засвидетельствовал об истине. Впрочем, я не от человеков принимаю свидетельство, но говорю это для того, чтобы вы спаслись». Видим, что Христос не нуждается, как он говорит, в свидетельстве от человеков, хотя он снова напоминает им об Иоанне Крестителе, о последнем пророке Ветхого Завета, который указывал на него, и говорил си Агнец, который берет на себя грехи человеческие. И здесь он говорит, что я не нуждаю в свидетельстве, но делаю все и свидетельствую, и пришел в этот мир для того, чтобы все вы спаслись. Далее мы читаем, что снова Христос говорит о Иоанне Крестителе, что он был светильник горящий и светящий, а вы хотели малое время порадоваться при свете его. Я же имею свидетельство больше Иоаннова, ибо дела, которые отец дал мне совершить, самые дела сии мною творимые свидетельствуют о мне, что отец послал меня. То есть он им как бы напоминает, потому что как-то напомню нам с вами, что иудеи всегда ходили, наблюдали за Христом. Тогда не было средств массовой информации, но тем не менее слухи очень быстро разносились, сарафанное радио работало всегда, и они уже знали, какие чудеса он сотворил. Наверняка слух пронесся о том, что он исцелил того самого царедворца, о котором мы с вами читали. И здесь мы видим более близкое событие, то, о котором говорится, что был исцелен человек, который лежал 38 лет, больной возле купели, возле дома милосердия. И Христос говорит, что сами чудеса свидетельствуют. Неужели вы не видите, что они совершаются? И 37 стих. «Пославший меня Отец сам засвидетельствовал о мне, а вы ни глаза его не слышали, ни лица его не видели, и не имеете слова его, пребывающего в вас, потому что вы не веруете тому, которого он послал». Здесь очень строго изучит обличение из уз Христа в отношении иудеев. Он говорит, что вы не имеете в себе Слово Божие. Они-то как раз себя считали очень дипломированными, с высокими степенями научных богословских знаний, как бы сегодня сказали на современном языке, ученых, потому как они говорили, что Слово Божие они знали действительно наизусть. И этим они часто кичились, и, как говорит святитель Иоанн Златоуст, «раздували щеки в своем знании и надмении, поднимая глаза на всякого человека, не знающего закон». Поэтому Христос им делает такой упрек, «вы не знаете говорить Слово Божие». Для них это, конечно, задевает их гордость, потому что вы не веруете, указывает причину, потому что не веруете в меня. И далее 39 стих. Христос говорит «Исследуйте Писание», то есть он обращает их взор к Ветхозаветным Писаниям, «ибо вы через них думаете иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне. Но вы не хотите прийти ко мне, чтобы иметь жизнь». То есть Христос им говорит, что та буква, которую вы приняли в свое сознание, в свою душу, вы стали начетчиками, не более того, и не видите всех Ветхозаветных пророчеств, это и пророк Исаия 53, глава, это и более ранние пророчества, это и пророчества Моисея, и пророчества Давида, и пророчества, которые содержатся в Псалмах Давида, и у Иеремии, и у малых пророков, и у Захарии, и у Иосифа, их множество, их сотни этих библейских пророчеств. И Христос вам говорит, что вы не видите этих пророчеств, вы превратили эту букву, вы просто узнали теоретически, то есть вы изучили богословие теоретически, но еще не познали, что есть Христос. что есть спасение. И не произошло, как бы он говорит, в вашей встрече со мной. Ну вот я сам к вам пришел, но вы и меня не принимаете. И здесь он говорит, что вы не хотите прийти ко мне, чтобы иметь жизнь. Он указывает, что он пришел не просто как богослов, не просто как учитель закона, а чтобы имели жизнь. И далее сказано в 41 стихе. Не принимаю славы от человеков, но знаю вас, вы не имеете в себе любви к Богу. То есть указывает на причину, когда Слово Божие не может быть воспринято людьми. То есть он говорит Слово, которое в вас его в общем-то нет, хоть вы и знаете Священное Писание. Почему? Потому что оно, это Слово, не растворено любовью. Слово Божие постигается тогда в полном смысле, когда оно растворяется любовью в жизни человека. Далее мы читаем Слова Христа. Он говорит так, но знаю вас, вы не имеете в себе любви к Богу, и дальше я пришел во имя Отца Моего, и не принимаете меня. А если иной придет во имя своего, примите. Как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу, а славы, которые от единого Бога не ищете? Опять упрек. Действительно, они принимали славу друг от друга, но не ищут Бога, не ищут славы Его. То, о чем я сказал выше, прославляющих меня прославлю я. Не думайте, говорит Христос им, что я буду обвинять вас перед Отцом. Есть на вас обвинитель Моисей, на которого вы уповаете. Если бы вы верили Моисею, то поверили бы и мне, потому что Он писал о мне. Если же Его писанием не верите, как поверите моим словам? То есть, снова и снова Господь Иисус Христос обращает их внимание. Что вы читали? О чем говорилось в ветхозаветных писаниях? Моисей говорил вам. Где же Моисей говорил о Христе? Первое самое пророчество, благовестие, которое звучит в книге Бытия, 3 глава, 15 стих. «И вражду положу между мною и тобой, между тобой и женою, оно будет поражать тебе в голову, а ты будешь жалить его в пяту». Ну, лучше, чтобы не совсем точно я процитировал, хотел бы это сделать поточнее. Третья глава, я всегда призываю нас с вами открывать. Вот 15 стих. Сказано, «И вражду положу между тобой и между женою, между семенем твоим и между семенем ее, оно будет поражать тебя в голову, ты будешь жалить ее в пяту». Это первое пророчество, благовесть, как только пал человек. Здесь звучит проклятие дьявола. Сказано, что дьявол будет поражен на кресте в голову. Христос пострадает по-человечески, будет ужален в пяту. Сказано также о непорочном зачатии, потому что нет семени у жены, что это будет здесь пророчество «Честнейший Хервим» и «Славнейший без сравнения Серафим». Действительно, говорится это пророчество очень емко, которое потом пророк Исаия выразит в 7 главе 14 стихе. Сказано, «Ибо Дева в очевидь примите ради сына и нарекут ему имя Имануил, что значит «С нами Бог». И таких пророчеств, я думаю, что у нас времени не хватит перечислить. Хотя, может быть, назову, где они содержатся. Можете посмотреть, например, книга «Второзаконие» 18 глава, 18-19 стих. Говорится о Христе, как о пророке, что пошлем пророка, такого которого не было. У пророка Божия царя Давида во втором его псалме очень подробно сказал Господь Господу моему сиди, и множество, множество. Если бы у нас была отдельная тема, скажем, мессианские пророчества, можно было бы это все раскрыть подробно. То есть Христос им говорит о том, как же вы читаете Слово Божие, но не видите, что к вам пришел тот, о котором было обещано от начала века. Итак, Христос им говорит, «Исследуйте Писание, ибо через них думайте иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о Мне». Продолжение следует...